Накануне Дня радио министр информационной политики и массовых коммуникаций Александр Иванов встретился с руководителями, главными редакторами радиостанций, вещающих на территории республики. Беседа с сотрудниками радиостанций прошла за чашкой чая, в формате без галстуков. Говорили о насущных проблемах, ситуации на рекламном рынке, планах на будущее. Но больше всего о том, как важно выстраивать эффективное взаимодействие средств массовой информации и органов власти. Давление какого-то от вас, мы ни разу никогда ничего не испытывали. Какую-то информацию, которая поступает, и вам нужно ее обязательно озвучить, допустим, в нашем непосредственной эфире. Никогда не было никаких каких-то препятствий. Наверное, то, что касается внеэфирных каких-то мероприятий, вот здесь мы натыкаемся на какие-то небольшие... Организационные какие-то, да, хозяйственные. Да, потому что нужна поддержка, именно поддержка города, поддержка республики. И здесь, конечно, приходится где-то, наверное, побороться. Мы благодарны вам за ваше сотрудничество и за ваше, наверное... За то, что не мешает. И давление. Это правильно. Учитывая. Александр Иванов уверен, что сотрудники радиоканалов лучше знают, какая информационная повестка сегодня первична. Профильное ведомство готово услышать новые темы, находить новые формы взаимодействия. Главным плюсом работы радиостанции министр назвал оперативность. По мнению Александра Иванова, важно идти в ногу со временем. Онлайн-вещание, интерактивное общение в социальных сетях, безусловно, открывают новые возможности для привлечения слушателей. Оказывается, у радиослушателя Александра Иванова есть и свои предпочтения. «Особенности ТВАН-радио в том, что на двух языках свободно они... Говори по-чувальски, песни на русском... То есть одновременно в одной программе вы можете... Именно это, наверное, и привлекает. Да, да, да. У меня водитель садится сразу 100 и 3, все, поехали. У него всегда ганал, особенно 100 и 3. Ведут прибавки, потому что новостная лента тоже появляется. Медиарынок сегодня наполнен большим количеством радиоканалов. Идет методичная борьба за слушателей. Например, национальное радио Чуваши расширяет границы и улучшает качество сигнала. В скором времени должен заработать радиопередатчик в селе Красные Читай, который обеспечит сигналом многие муниципалитеты. Татьяна Молоку, Олег Якимов, Республика.